Ти-ли-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Смотрела вчера очередные ролики про аутизм и ты знаешь, что удивляет? Удивляет полное непринятие родителями, мамами в частности, сегофакта, что их дети полностью отражают их внутренний мир. Родитель никак не хочет принять то, что ребенок развивается методом копирования И скопировал информацию с него в процессе развития И даже когда дети были рождены и развивались до полутора месяцев относительно нормально И потом замкнулись, и не у всех, кстати, была прививка, но кто замкнулся и ушел в аут Родитель никак не может принять то, что это проблема родителя, а не проблема ребенка То, что работает механизм копирования Нет, это не так И при этом очевидно, что другого механизма передачи информации от родителя к ребенку нету Ребенок копирует папу и маму И тут же возникает вот это противостояние Нет, потому что иначе надо принять, что аутизм тогда во мне Тогда я, как родитель, болен И вот это на самом деле одна из таких, из глобальных проблем при работе с аутизмом Но эта же проблема, она же не только с аутизмом Эта же проблема вообще в нашем обществе Вообще, да Посмотри, вот материалы вчера выкладывали там в чате Девчонки, вот человек, известный человек Говорит полностью фразы, цитирует из книги управления восприятием Он где-то ссылку дает, нет Он скопировал, следующий шаг сделал, украл, да, воровство И потом он будет говорить о здоровье, ведь это же его игра с его я и с его не я Это вынос ответственности, это вообще вынос себя из себя С какой целью? С целью состариться и умереть, и зайти на новый круг, чтобы осознавать это в новом круге? Вот оно старение Циклическая ошибка Это циклическая ошибка Это не осознается И она работает автоматически Да И не осознается, и она постоянно, вот она в цикле находится до тех пор Пока этот цикл каким-то образом человека не перезамкнется Ну тут два варианта выхода Либо человек все-таки освобождается из циклической ошибки Тогда мы говорим про любовь и освобождение Либо человек болтается, болтается, болтается И идет самоуничтожение и выход из игры Все, эта душа больше не играет Вот так Разрушение, ну условно Это либо саморазрушение, либо освобождение А другого и нету И в случае освобождения будет основа, любовь Человек принял, осознал, поблагодарил Полюбил сам себя и вышел А в другом случае нет Он конфликтует, он борется, он настаивает на своем Он сжимается, сжимается, сжимается Он обманывает, запутывается И уже все свои слова он принимает за правду Что он искренен Яро защищает И все, он ушел в искажение Он вообще просто запутался в паутине И все, сжался, сжался И все, и затух Смерть, вот она И циклические ошибки идут на разных уровнях Смотри, вот сейчас циклическая ошибка Исторического уровня, скажем так Я все время задавалась вопросом Где находится машина времени А машина времени в самом человеке Так получилось, что буквально на прошлой неделе У меня была интересная встреча И на этой встрече был человек И этот человек Ну вот мы общались А я просто смотрела таким офигевшим взглядом на него И понимала Я попала в 1917 или 1920 год Напротив меня сидит красноармеец Единственное, что у него не было пистолета Иначе бы он меня расстрелял на месте Как белогвардейской дрянь Ну, общение было приближенное такое Я смотрела и думала Нет, этого не может быть Ведь сто лет прошло Сто лет прошло А циклическая ошибка осталась Вот так она развивалась И так идет игра Ты начальник, я дурак Я начальник, ты дурак И вот так И это одна и та же игра Она в цикле И в цикле работает копирование Копирование игры Только эта же игра переносится в другие декорации И, конечно, не включаются чувства Потому что чувства забыты давно Отключены давно А ведь только чувства Человеческие чувства Могут автомат остановить Да, именно человеческие А чувств нету А их нет А чувства заменены на что? На заботу На внимание На деньги На все искажения На карьеру Еще на что-то У каждого свое На обман На обман На самом деле На ложь заменены Да И человек Просто сам Вот этот ксерокс Пум-пум-пум И человек ведет себя Вот именно Подобно ксероксу Кстати Это, кстати Сейчас очень наглядно Демонстрируют И тикток И инстаграм Вот выходит Ролик Человека и нету А для мужчины Это очень круто Да Женщина-психолог Это одно Это одно А мужчина-психолог Это совсем другое А мужчина-это диагноз Действительно диагноз Такой прям Твердый диагноз Это очень Круто Сказать себе В какой-то момент Стоп И выключить автоматизм Но для этого Надо найти Эти моменты Где ты включаешь Этот автоматизм А смотри А чтобы это сделать Себе стоп И включить Да Осознанность То есть выключить автомат Человек Вот даже тот человек С которым ты встречалась На прошлой неделе Да Этот человек Не может даже Этого сделать Потому что знаешь Почему страшно Страх На страже У этого человека Стоит страх Все Это Страх потерять себя И при этом Он себя уже потерял Он потерял Уже давно потерял Но при этом У него страх Потерять себя Именно Ну Как Как игрока В этом физическом мире Да То есть он Он себя осознает На месте Какой-то детальки Которую Прочно поставили Вот сюда И он Прочно уцепился Этот человек За это место Место Уцепился И Сдвинуться с него Очень боится Потому что ему Хозяин сказал Что вот Твое это место Все А теперь смотри Вот с позиции Бога Посмотрим на место На место Вот просто Да Я чувствую Я Бог Я создатель Своей реальности С каких Состояний Я буду Отводить место С каких Состояний Я буду Давать свободу Если я Ненавижу Если я Зла То я Отведу место Если я Люблю Если я Благодарна Я дам Свободу То есть Вот это Состояние Мести Это состояние Ненависти И тогда Отводится место И у Бога У состояния Бога На самом деле Эти состояния Равнозначны Что любви Что мести Они в одной точке И при этом Вопрос Развернутый так Или развернутый так Но это все Состояние Из я Это не из не я А из я Состояние А все остальные Уже будут игры Из не я А в точке Будет обязательно Либо Месть И ты тогда Отводишь Человеку Место Либо Любовь Свобода Либо Любовь Свобода Ну да Но все это Все этого На самом деле Во благо То есть В благодарности За Как бы Не за А для Того Что Чтобы игра Существовала Это на самом деле Это в благодарности Игроку То есть Если Тебе место Из мести Вот место Выделено То это Лишь Ну Будем говорить Бог Да Вообще Это подсознание То Это тебе Место Для того Чтобы ты Вырос Из ненависти Да Из низких Частот Чтобы ты Вырос Чтобы ты Увидел Что есть Любовь Есть Благодарность Чтобы ты Открыл Другую Сторону Зеркало Чтобы увидел Другую Да Чтобы увидел Потому что Ты сам Не способен Идти Это знаешь Как Инвалиду Дают Коляску Вот Твое место И катись В этой коляске Потому что Ты сам Не можешь Ходить А если Ты можешь Сам Ходить Зачем Тебе Инвалидная Коляска Вот Это Разные Варианты Игры Взаимодействия С Богом С Создателем Ты можешь Из инвалидной Коляски Из места Из мести И ты можешь Из любви Из благодарности Два варианта И оба силовые И в то же время Смотри Копирование Это уже Из места Это из места Однозначно Из места Но при этом Благодаря Копированию Материя Поддерживается Да Благодаря Копированию Материя Не исчезает А целое Полотно И оно Продолжается Благодаря Копированию Существует Игровая Карта Да Да Удерживается Именно Именно А благодаря Любви Свободе Эта карта Меняется Она растет Она развивается Она развивается Да И соединение Два в одном И дают Одновременно И иллюзию Объективной Реальности И развитие Движения Впереду Смена Декораций Да Потому что Если не будет Роста То не будет Развития Ну вот смотри Допустим Если Я имею ввиду Роста Из Копирования Тоже Копирование Как основа Удерживающая Полотно Да А теперь смотри Если убрать Автоматизм И дать Человеку Просто Свободу Да Здесь тоже Будет разрушение Он будет Как слепой Не знать Куда То есть Надо Надо Вот это Начальное Подоснова Чтобы сознание Развилось В материи До Создающего Сознания А для этого Надо Вначале Автоматизм А потом Толчок Дальше Но если Автомат Зацикливается И не Развивается Дальше А вот именно Что мы и наблюдаем Циклическое То это будет Разрушение Точно так же Как если Без этого Просто свободу Дать Тут С тобой Полностью Согласна Дело В том Что Тут Такая Очень Тонкая Очень Тонкая Грань Там Будет Момент Когда Например Очень Много Роботов Автоматов И уже Казалось бы Все Это Циклическая Ошибка Но Обязательно Найдется Сознание Которое Выскочило На грани Циклической Ошибки У него Есть Выбор Либо Ты Просыпаешься И рисуешь Восьмерочку С другой стороны По сути дела Это восьмерочка Рисовай в ней Восьмерочки Либо ты Рисуешь второе Крыло игры Через создание И через осознание И через любовь Либо Ты Останавливаешься Разворачиваешься И повторяешь Рисование этого крыла А что для этого надо? Для этого надо О, они все спят Они все овцы А я буду рулить стадом И вот оно Рождение власти И тогда ты попадаешь В круг В одно крыло Сам же попадаешь В это, да И ты не вырастаешь На другую На другую крыло Восьмерочке Все А если ты остановился То ты по-любому Уйдешь Опять туда же В пике В крутой пике В крутой пике Тебя просто выбросит туда По-любому Здесь только любовь Любовь Это Любовь, свобода Это Смотри На самом деле Для любовь Любовь и свободу Осознать Может только Сознание Развитое Да Неразвитое сознание Оно не может Любовь и свободу Осознать Оно будет это Видеть только В искажении Это выгода Это расчет Это ложь Свободы Да Ну В искажении И Ну и таким образом Развитие будет Тоже искаженное То есть Это лживое То есть Обманное Его не будет Это как Как кривые зеркала Кривые зеркала Что и есть И все это И все это Из ума На самом деле Циклическую ошибку Создает ум Очень четко Ее контролируя Сам же в ней болтается По сути дела Циклическая ошибка И рождена Благодаря уму Потому что Ум развивается В отличие от разума Только копированием И только Обуславливает работу Автомата Автоматические 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 Инстинкты Рефлексы Реакции Человека Уровень животного Все на уровне Животного сознания А вот этот переход В человека В Бога Перекрыта Религия Религия Перекрывает Вот оно Когда сели И увидели Овец И назвали Овцами И себя Пастырями Вот Вот оно Рождение Власти А на самом деле Это точка Рождения Предательства Невозможно Потому что Ты же отказался От себя От второго крыла И все И ты помести Это потом В государство И ты найдешь Кто первый Предаст государство И ты вот Ну это Подобие А на самом деле Это о чем Если ты себя Исказил Лишил Крыла второго Да То ты кто Инвалид Инвалид Это кто Больной А мир значит Какой Больной И тебе надо Место И поэтому В этом мире Правит Месть Правит Ненависть Злость Агрессия И так далее Все один из Библейских игр Вот оно Оно в чистом виде Такая циклическая ошибка Получается Мы по сути дела Эту циклическую ошибку Кстати разложили Расписали Невероятно С точки зрения И материи И сознания В иллюзионисте Вообще Наверное Более глубинных Работ не было Более Это точно Расписали Просто Уже так Что Ну очевидное Становится Вот просто Очевидным Очевидное Очевидное Вопрос Что ты с этим Будешь делать Да Вот ты это осознаешь Что ты с этим Будешь делать Как это Изменить В моменте Здесь и сейчас А для этого Надо осознанно Уже осознанно Создать Тот вариант Который Интересен тебе Который Развивает тебя Который Ты определяешь Ты вернешься Вместе Определять место Овнам Или ты Ты уйдешь В любовь Давая свободу Развитие Что ты понесешь Ты понесешь свет Или ты будешь Свет сжимать В расширении Или в сужении И здесь Очень много вопросов Возникают И тут же Вопросы возникают А как? А что? Это уже становится Интересно Ну конечно интересно Как? А вот здесь И возникает вопрос А вопрос Самоисследования А где ты автомат Как выключить Свой автомат Ведь Как его увидеться Как увидеть этот автомат В себе автомат В себе Как увидеть И как отключить Потому что кажется Ну вот я уже не автомат И сидит такой Баланчик И при этом сидит И так И ловит Так Ой это там Меня надо То-то То-то Проблема То-то Да В голове Ум Так Ду-ду-ду-ду-ду И уводит Так что Это не автомат? Да Это автомат И все это ум Опять-таки Ум запрограммирован Но при этом Благодаря ему Материя существует Да Поэтому мне так нравится Когда вот Проходят месяцы Вот последние Несколько дней Я получила много Сообщений От мам Которые Выпадали уже Давно не было связи И когда Вдруг мама пишет У меня в жизни Изменилось это 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 Я услышала Что вы мне говорили На консультации Там Спустя несколько месяцев До меня дошло Что вы имели ввиду Уже хорошо И я понимаю Да Это хорошо У тебя была возможность Услышать это Со стороны А сколько людей Не имеет этой возможности Вот у тебя есть привычка Например Корректировать человека На ходу Вот ты видишь человека Общаешься Ты видишь Ну вот Я сейчас общаюсь Например С рабочими Иногда там С людьми Где-то Если ты знаешь Ты не корректируешь Ты не навязываешь Ничего Абсолютно Даже с этим Красноармейцем Это твое право Быть красноармейцем Красноармейцем Ты просто Видишь Понимаешь Осознаешь Это чувствуешь Свободен Это твое место Это твое место Ты сам себе его Создал И при этом Смотри Наша психотехническая база Позволяет Отводить места Людям Да Что меня вообще Когда до меня Вот это дело дошло До самой В осознавании Я была в восторге То есть Можно отводить места А можно Давать свободу И это ты решаешь И это тоже В осознании Да Это возможно Тогда Когда ты Вышел В подсознание Именно Ты стал В позицию Подсознания В позицию Бога Да Когда ты Видишь мир Полностью Так Как видит Его подсознание И это Причем К управлению Восприятием Не в состоянии Ребенка А подсознание Развитого Да Интересно Когда Я Писала Свою первую Книгу Управление Восприятием Но Книга Уже была Практически Написана Самая первая Я не знала Как назвать И Мне там Приходили Разные Варианты Там же В основе Особенно Первой Там были Ну Разборы Изотерических Напевов Да Психологических Разных И так далее Даже Гипноз Еще не так Плотно Давался И Я Гуглила Слова Разные И я Понимала Это все Идет Тема Управления Восприятием Так вот В тот момент Когда писалась Книга Даже Фраза Управления Восприятием Не гуглилась Она Она вообще Не гуглилась То есть Этого Не было В лексиконе Психологов Этого Не было В лексиконе Психотерапевтов Там Экстрасенсов И так далее Потом Вышла Эта книга Потом Вышла Вторая Потом Было Все Соединено В одну В большую Смотри С того момента Прошло Сколько Наверное Шесть лет Или семь Ну Управление Восприятием Писалось До инфодайвинга Сегодня Если ты Прогуглишь Управление Восприятием Выпадет Куча ссылок Куча психологов Говорит На эту тему Куча экстрасенсов Использует Это определение Определение Все Из моей Книжки Из первой Хоть кто-то Где-то Ссылку дал Страх Первое Воровство Работает Ну это автоматическая Реакция Как выйти из автомата Страх Страх выйти из автомата Страх быть не таким Как все Страх Что эти ведьмы Говорят Страх И я ловлю Этот страх В глазах людей Когда я общаюсь Люди боятся Потому что мы Говорим правду Но при этом Цитируют Копируют Воруют И потом Болеют Стареют И пошло До конца Так вы осознайте Что вы делаете Вы определитесь Либо вы Остаетесь во лжи Вы же сами Конкретно Либо вы делаете Шаг И себя Вы ушли В искажении Причем намеренно Ушли В это искажение Не осознав Благодарности И не признавшись Себе в благодарности Да Не признавших себе Во лжи В лжи С благодарностью Все игры Завершаются Через благодарность Но для того Чтобы ее завершить Надо ее осознать А чтобы осознать Надо ее увидеть Признать Принять И только потом Можно осознать Через благодарность А до этого Никак Если ты не видишь Как ты играешь Если ты Матери ребенка Говоришь Что вот сейчас У нее вторичная выгода Например Она продает Своего ребенка Не предает А продает Что она На его там Болезни зарабатывает Или там Ну сколько у нас Разных вариантов было У каждого Что бы своя подоснова Нам кричат Что мы дуры Что вы такое говорите Да Что вы такое говорите Мы же такие хорошие Когда мы говорили Конкретно Что травят ребенка Убивают Сколько Три семьи Таких Да Три семьи Где конкретно Ну у меня руки Чесались Если бы они были Белорусские семьи Конкретно Попечителей Вызвать Органы Подключить Потому что Конкретно Убивают Ребенка И Они что Верили нам Нет Конечно Нет Принять То что Ты издеваешься То что Ты не даешь Ему выйти Из этих Состояний Он же Твоим зеркалом Работает Но это же ты точно так же себя любишь Так ты себя замыкаешь Так ты себя замыкаешь Села на электрический провод И колбасишься Чего ты колбасишься Зачем ты на этот провод села Слезь и не будешь колбаситься Видишь как тяжело это увидеть Человеку Который Давно Давно Не человек А робот Автомат Программа Машина И тогда смотри Тогда Все вот эти Штуки Которые связаны С описанием Апокалипсиса Когда мертвые Встают Когда зомби Когда Ну мы видим Это сейчас В этом мире Прям вообще Я вообще Когда смотрю на мир Я понимаю Что наше видение Мира Искаженное Но Относительно Роботов Автоматов Но Ты знаешь Когда Смотришь Вот Те Кто нарек Себя Королями И царями Да И вот Скелеты Шкафов Вываливаются Да Ну очевидно Очевидно Когда Даже Перемыкает В движениях В разговорах В темах И так далее Конкретно Автоматизм Ты видишь Вот Ты разговариваешь А это робот Поломатый Ну видишь Мы с тобой Это видим Для нас Это просто Вот оно Ну Как это сказать Прозрачно Да А человек Ж этого Не видит И когда Ты Ну даже Возьми Наших Близких Да Не совсем Жа нас Понимают Когда мы Что-то Говорим Ну да Они сразу В автоматический Сценарий Поманипулировать Пообижаться Или так Спрятаться На дитинке Спрятаться Но видишь А потом Им надо Время И потом Они Выползают Из своей Это Кстати Так Вес Но Зато Смотри Своей Реакцией Они Дают Нам Время Они Дают Нам Свободу Действия То есть Своей Реакцией С самоустранением Они Дают Нам Свободу Действия Они Дают Нам Возможность Дышать Без Них Это Точно Я Просто Помню Как Мой муж Закапризничал И сказал Я Не Буду Делать Этот Ремонт Я Говорю Ты Точно Не Будешь Делать Точно Я Не Буду Я Третий Раз Спрашиваю Ты Точно Не Будешь Делать Этот Ремонт Суток Разобрали Рабочий Работает Я Боялась Чтобы Инфаркт Не Приключился И Все Сделалось Быстро Как Только Помеха Ушла Как Только Помеха Исчезала Вали На Пролом Вот Это Есть Даже Вот Она Женщина Когда Берет В руки Женщина Которая Не Та Которая Ждет И Манипулирует Ждет И Хитрит А Та Которая Знает Что Такое Женщина И Какая В ней Сила Точно Так же Я Не Буду Рассказывать Про Своё Один В Один В Один Когда Освобождается Дорога Юху Тогда Не Хочется Замораживаются А Мы То Все Равно А Я Вам Всегда Три Раза Спрашиваю Знаешь Это Как У Арабов Халас Развод Если Араб Сказал Три Раза Халас Значит Все Женщина Должна Собрать Манатки И Уйти Кстати Этих Вот Южных Браках И Многоженстве Зацепила Почему-то На Тик Токе Тема Женщины Рассказывают Как Хорошо Быть Второй Женой Имеет Ли Смысл Брать Третью Жену И Понимаешь Они Все Продажные Суки Ни Одной Женщины Которая Говорила О любви Они Все Говорят Сколько Он Ей Платит Как Он Содержит Детей Ребята Там Где Многоженство Там Вообще Нет Любви Ни Одна Там Нет Искренности Нет Вообще Ты Купил Ты Купил Ты За Деньги Купил Проститутку И Никак Иначе И Можешь Не Рассказывать Что Это Не Так Там Нет Шансов На Любовь Как Только Пошло Многоженство Ноль Любви Ни Одной И Это Делает Мужик Чтобы Показать Я Значим Я Могу Купить Ты Проституток Иди Купить Зачем Тебе Размножаться От Проституток А Здесь Нет Вообще Искренности Вообще И Это Женщина Сеет Это И Вообще Все Все Сеть Женщина На Обесценивание Себя Женщина Обменявшая Себя На Кольца Автомобиль Доллар На Что Угодно Да Короче Которая Не Не Ценит Себя Потому Что Не Хочет Развиваться И Не Хочет Прячется Ложь Ложь Лживая Не Надо Проявляться Когда Можно За мужика Он Себя Тебя Ложен Содержать Он Всегда Раздуется И Важно Но При Этом Ум Всегда Будет Ограничивать И Сжимать И Тогда Мужик Сжимается До Уровня Своих Яиц Ну Пардон Так и Есть И Потом Рождаются Психологи Которые Типа Сатьи Которые Рассказывают На Хи-хи Ха-ха Какие Женщины Дуры И Женщины Аплодируют И говорят Да Да Всю Жизнь Сатьи Мечтали Клоунада Пошла Продолжение Бери Паси Купола Остафи Вот оно Оно Так было 2000 лет Назад А что такое Любовь Что такое Искренность Что такое Любовь Это когда И мужчина И женщина Стопроцентная Стопроцентная Целостная Открытая Открытая Искренняя Искренняя Вот это Есть Любовь Вот Вот Это То Что Действительно К чему К чему Прийти Должно Человечество К этому Должна Прийти Игра Это 100 на 100 Полностью Вот это Чистая Любовь Искренняя Любовь И причем Любовь В моменте Здесь и сейчас Ни в прошлом Ни в будущем А то Вот она здесь Искренняя Открытая И по сути своей Это что Это Первая Любовь Первая Которая Я не говорю Про одностороннюю Да Потому что Это На самом деле Это тоже искажение А именно Вот первая Влюбленность Это самое близкое Состояние Вот к этой Любви Которая Настоящая Которая Сто на сто Открытая В моменте Когда ты Раскрыт А потом Что начинается Начинают родители Начинают И мальчику И девочки Начинают Говорить Видя Видя Что Ребенок Открыт Он Прям Весь Чувствах Начинают Им эти Чувства Поджимать Своими Программами Своими Страхами Я Более Опытный Я знаю Там Допустим Родители Мальчику Говорят У тебя Еще Много Таких Будет Допустим Родители Девочки Говорят Ты не Открывайся Мало Лишь Что И там Или Что-то Еще И все И пошло Такое Затухание 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 И пошли Дети В программу А наоборот Надо Вот смотреть На это И наслаждаться Да Потому что Всегда Только дети Нас учат От детей Идет Свежий воздух От детей Идет Жизнь Мы Только там Можем Увидеть Себя Живых И вспомнить Себя И начать Тоже Расцветать Ну и благодаря Детям Мы умудряемся Выносить Ответственность Нам тогда Можно не развиваться Благодаря Детям Мы можем Деградировать Не то что можем А мы так и делаем Да А надо наоборот Вот смотреть на них И не думать о том Что научи меня А видеть Какие возможности Ребенок Смотри И я так хочу И я благодаря Этому ребенку Ты видишь Что можно так И сам там Поинтересовать Вот оно Направление Меняется И причем Идет направление Сразу тогда Куда В молодость В молодость И ощущение молодости И чувство молодости А не забирание Знаешь Как и ребенка Своего в старость Перетягивать А наоборот В молодость Да Внимание Ну видишь Это только Осознанное Переключение У человека Только оно Может двигать Если нет Осознанности То Если автоматически То автоматически Ты будешь идти Так делали наши деды Так делают Наши родители Это автомат Это автомат В чистом виде Вот эти программы Так положено А кто тебе сказал Ну это вот у нас Так в роду заведено Или допустим А кто тебе сказал Что так положено Ну как Это вот принято В обществе Традиция такая Помнишь как традиция На Занзибаре У детей Мальчиков зубы вырывать И потом ходят Без зубов А чего Традиция такая Всем вырывать До 6 лет зубы У кого успели смениться И повырывали новые И толком не могут объяснить Для того чтобы свистеть Да Мы и так свистеть умеем И без зубов Зубами Да Откуда пошла традиция Да Там вождю когда-то Стрельнуло в башку Стрельнуло в башку Ну ему просто зубы вырвали Потому что они болели А ему надо было оправдаться И вот он ложь придумал Исказил И все Теперь традиция такая Пошла ложная традиция И становится Да И целое племя Теперь вырывает зубы Детям И нет свободы А есть место Вместе Да Вот она А свобода это любовь Когда какие тут Вот оно открытость Кайфуй от жизни В разуме А не в уме Зажимайся Ум он Ох как ум О Ловко Программа Зажмет Закроет И переработает И самоуничтожится Да И при этом Самоуничтожится Через смерть Да Потому что На следующую жизнь Будет новая программа Ума Которая опять Сможет Развить У каждого человека Есть Разум Понятно Есть Но есть Вспышки Разума То есть Если человек Каждый человек Если на секунду Вот просто на секунду Замрет В какой-то ситуации Ну в какой-то Да И просто А как разумно Прочувствует И он Он услышит все Но он не хочет Этого слышать Не хочет А он услышит Потому что Мы все Абсолютно все Знаем Разум В любом В любой ситуации Разумные действия Какие Но мы их не хотим Мы хотим на автомате Их пролетать Пролетать на автомате И все А разум Включать не хотим Отказываемся От разума Мы отказываемся От разума Потому что Мы боимся Боимся Потому что Мы болью Заменили чувства Потому что Если ты бесчувственен То как тебя Еще пнуть Если не через боль То есть Тогда материя Вынуждена Тебя двигать В развитии А не сознание И не разум А материя Может только Через боль И она тебя Двигает так Как может А что делать Если ты Уже превратился В материю По сути дела В зомби По сути дела В труп Когда у тебя Сознание В конечность Материя конечность Да Когда сознание У тебя потеряло Управление Над твоим телом Над материей Вот она Потеря управления Тогда остается Только один механизм Болевой Все Поэтому Все что касается Автоматизма Исследовать себя И найти Вот эти моменты Где мы становимся Автоматами Это одна из Приоритетных задач Но для этого Надо полностью Осознать Механизм Копирования Воровство Это один тот же Механизм На самом деле Потому что Копирование Это и есть Воровство А воровство Это и есть Копирование Можно назвать Подражание Можно еще Какие-то Слова Вести Сумма Не меняется Копирование Культурное Определение Воровство Не культурное Но при этом Суть Одна и та же А дальше Последствием Последствием Будет болезнь Старения Другого Невозможно То есть Как только Ребенок Загружает Информацию Копированием У него Уже Прорисована Старость Да Сразу Автоматически Автоматически И задача Родителя Выключить Копирование А включить Осознанную Загрузку Информации Задача Родителя Научить Изменить Луч Внимание У ребенка То есть Внимание Направить На На себя На себя Да Да В любовь Благодарность На себя На искренность Самим собой Да То что у нас Закрыто Чем Этим Как это Это эгоизм Да Любить себя нельзя Это эгоистично Что-то еще такое Да Тут же религии подменяют Да Да Все религии подменяют А у религии вообще Тело грешное А в образовании В нашем образовании Полностью отсутствуют И уроки благодарности И уроки счастья Да И полное отсутствие Да Как вы хотите Чтобы люди Были воспитанными Культурными Грамотными Образованными Если их не учат Благодарности Со школьной С камней С детского сада И сказать Спасибо Автоматически Это не благодарность А когда человек Неблагодарен Он же всегда Будет выносить Ответственность На кого-то Обвинять Кого-то И у него Всегда кто-то Будет виноват В том, что ему в жизни Не везет Вот вам войны Вот вам революции Вот вам основа Этих тупых игр Вот вам измены Болезнь мира Болезнь материи Это болезнь материи Больная материя Лживая Обманная Искаженная Месть Но все начинается С себя Когда в себе Эти процессы Замечаешь Меняешь Да Самоисследование Вот то, что у нас Сегодня будет Это на самом деле Возможность Научиться Говорить себе Стоп Говорить себе Стоп И Начать Слышать Слушать Чувствовать Чувствовать Себя Ты знаешь Распознавать Распознавать Моменты Когда у тебя Включается разум Да Вот этот момент Включения разума Когда мы его Отбиваем Не верим себе И так далее Тут Вот в этот момент Научиться Говорить себе Стоп По сути дела Это курс Интуиция Но Людям нужно Усложнение И надо Чтобы очень дорого Стоило Тогда они Это слышат Почему я люблю Управлять деньгами Потому что Это великолепный Механизм Который Включает В человеке Иногда Редко Но иногда Мозг Не у всех Но шанс есть На жадность На жадность Конечно На жадность На чем еще